Друзья, всем привет! Жук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. План, который был заложен в предыдущий прогноз, у нас отработал. Теперь давайте разбираться, какие же дальнейшие движения мы с вами можем ожидать от биткоина в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Фитилем биткоина у нас коснулся уровня 3540 долларов. Как я и предполагал в прошлом выпуске, силы у покупателей для того, чтобы пробить этот уровень, у нас не хватило. И мы с вами пошли вполне предсказуемым локальным уровнем, там остановились. Что же нам ждать от актива далее? В принципе, поддержку 3470 назвать слабой довольно проблематично. И то, что мы на ней сейчас остановились, ну это довольно закономерно. На данный момент идет тест этой поддержки и пробой ее для меня сейчас наименее вероятен. Я рассматриваю более вероятную ситуацию, это уход в некий локальный боковик. Но мы с вами в любом случае должны быть готовы к развитию событий, что будем пробивать 3470. Так как у нас локально есть предпосылки для локального нисходящего движения, но если мы ее пробьем, то уйдем все равно не очень низко, потому что у нас есть следующая поддержка, довольно сильная поддержка на уровне 3450 долларов. Плюс-минус 50 долларов я считаю, что не настолько влияет, чтобы рвать на себе волосы, если мы пробьем уровень 3470 и 1480. Если рассматривать ситуацию более глобально, то на четырехчасовых таймфреймах явно видно то, что продавец у нас слабеет. Действительно объем на продаже падает, что дает мне возможность предполагать, что с данных уровней мы с вами должны будем выйти в некую консолидацию, потом все-таки будем отыгрывать восходящие движения. Если мы с вами посмотрим на трендовые индикаторы по четырем часам, то видно, что у нас есть в принципе нисходящий сетап. Но тут один важный момент. Во-первых, мы с вами упираемся в довольно серьезный уровень поддержки. Во-вторых, сетап на четырех часах абсолютно противоречит дневному. Дневное показывает у нас абсолютный, абсолютный сетап восходящий с наибольшей вероятностью, что MSED, что стахастик. И действительно на данном таймфрейме эти инструменты довольно сильные. Поэтому я все же считаю, что возврат к уровню 3600 долларов у нас с вами не за горами. И на самом деле при таком сетапе, плюс довольно нейтральном новостном фоне, я все-таки рассматриваю две цели. Соответственно, первая цель – это возврат в уровень 3600-3800 плюс-минус. Вторая цель – это опять поход в зону 4-400 в рамках глобальной фазы накопления, о которой я говорил уже не один раз. Так как сейчас глобальное движение по рынку зависит от биткоина, поэтому основной акцент я делаю на нем. Соответственно, по эфиру, кто меня спрашивает, говорил я продавать на уровне 117, если он будет пробиваться, и, соответственно, перезаходить на уровне 105 плюс-минус. И, соответственно, также я докупил Ripple, я его купил по 29 центов. Сейчас он показал некий рост, я его не спешу фиксировать, потому что все-таки хотелось бы посмотреть, как себя поведет биткоин. Потому что если сейчас биткоин начнет расти, Ripple, в принципе, на уровне 35 центов, где он и должен быть, мы должны с вами поймать. Мои ордера вы можете отслеживать в нашей группе, ссылку на которую вы можете найти в описании. Ну и, соответственно, чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь и обязательно ставьте колокольчик. Обращаю ваше внимание, что действительно одной подписки недостаточно, для того, чтобы мои выпуски высвечивались в вашей ленте. Обязательно ставьте колокольчик, это алгоритмы YouTube. Благодарю за просмотр, поддерживайте лайками, работаем.